11 августа 2011 года в Щелябинской области, близ города Аша, на железнодорожном перегоне Ярал-Семская, на участке Крапачева-Иглено-Куйбышевской железной дороги, произошла страшная авария, унесшая две человеческие жизни. Катастрофа произошла в 17 часов и 0,3 минуты. Тяжелый грузовой поезд 2707, весом в 6000 тонн, имеющий в своем составе 67 груженных углем полувагонов, из-за отказа тормозов разогнался на крутом уклоне до скорости 136 км в час и после проследования станции Ярал, столкнулся с хвостовой частью впереди идущего грузового поезда 1933. В результате столкновения у поезда 2707 сошли с рельсов два электровоза и 66 из 67 вагонов. Погибли оба члена локомотивной бригады поезда. У поезда 1933 сошли с рельсов три последних вагона. Электровозы и вагоны повреждены до степени исключения из инвентаря с полной утратой груза. С вами ВТЕХНО2 и мы начинаем реконструкцию событий тех лет и расскажем о том, как это было на самом деле. Состав был сформирован на станции Кельчук Красноярской железной дороге и состоял из 67 полувагонов, полностью загруженных углем. Поезд 2961 вели электровозы ВЛ-10336 и ВЛ-10У-184, работающие по системе многих единиц, то есть сцепленные вместе и работающие как единое целое. Поездом управляла локомотивная бригада Депо Златоуст. Вес поезда составлял 6000 тонн при длине свыше 1000 метров. Финишная станция Вослебова, Московской железной дороги. События катастрофы начинаются с цепочки инцидентов, которые переросли в страшную трагедию. 11 августа. Время 14 часов и 34 минуты. 2 часа и 29 минут до столкновения. Поезд 2961, следовавший через станцию Мурсалимкина, в районе стрелочного перевода номер 29 сбивает БК, переходящего через железнодорожные пути. В результате чего на головном локомотиве ВЛ-10336 оказался поврежден концевой кран тормозной магистрали. Локомотивная бригада устраняет неисправность путем замены деталей и сообщает на станцию прибытия Кропачева о необходимости произвести осмотр локомотива с последующим ремонтом. На станции Кропачева в нарушении ряда существующих инструкций бригада, которая должна была осуществить осмотр и ремонт локомотива, поезд не встречает. В 16 часов и 10 минут поезд 2961 прибывает на 16-й путь станции Кропачева, где должна была быть проведена плановая смена локомотивных бригад. Вследствие того, что бригада ремонтников не встретила прибывший поезд, локомотивная бригада подает заявку дежурному по станции о необходимости ремонта поврежденного крана без отцепки локомотива от состава. Так как ранее установленный им кран был без рукава, перед сменой бригад, передающей поезд, локомотивная бригада должна была дождаться окончания ремонта концевого крана. Во избежание истощения тормозной магистрали, то есть для того, чтобы оставить в тормозной системе сжатый воздух на момент ремонта, машинист перед ремонтом перекрыл краны на тормозной магистрали между локомотивами, а также перевел кран машиниста и рукоятку блокировочного устройства 367 электровоза ВЛ-10У-184 в поездное положение, переключив таким образом управление автотормозами поезда на второй ведомый локомотив. Далее слесари по ремонту подвижного состава пункта технического осмотра локомотивов приступают к ремонту с заменой тормозного рукава. После выполнения ремонта концевые краны тормозной магистрали между локомотивами открыты вновь не были. В таком виде электровозы принимаются следующей локомотивной бригадой, которая должна вести состав далее. Принимающий поезд машинист Денис Шумихин и помощник Михаил Журавлев по инструкции. Получая от передающей бригады поезд, не проверяют положение ручек кранов в рабочей и нерабочей кабинах обоих локомотивов. Поезд получает номер 2707. Далее в 16.34 осмотречками вагонов проводится сокращенное опробование тормозов. После чего в 16.44 машинисту вручается справка об опробовании тормозов. И в 16.47 поезд отправляется со станции Кропачева по направлению станции Ярал. Выведя поезд со станции Кропачева, машинист Шумихин на перегоне возле 1779 километра при скорости 65 км в час производит проверку действия автотормозов. Из-за закрытых концевых кранов между электровозами и нахождения на ведомом локомотиве крана машиниста и рукоятки блокировочного устройства 367 в поездном положении, тормозной эффект не достигается. По инструкции уже необходимо немедленно применять экстренное торможение. Через 23 секунды машинист применяет вторую ступень торможения, еще больше снизив давление в тормозной магистрали. Лишь во второй раз не получив тормозного эффекта, на уклоне и при скорости 73 км в час, машинист применяет экстренное торможение, разрядив тормозной магистраль до нуля, но вновь не добивается снижения скорости. Череда инцидентов переходит к кульминации. Время 17 часов и 2 минуты. 1 минута и 23 секунды до катастрофы. Еду без тормозов, принимайте меры! Я в помощь. Понимаете. Что говорит? Принимайте меры! Я в без... Я в без... Я в без... Я в без... Принимайте меры! Я в без... К этому моменту состав несется под уклон со скоростью более 130 км в час. Поезд быстро приближается к следующему впереди него грузовому поезду номер 1933, весом в 6290 тонн. В составе 69 вагонов и на скорости 136 км в час врезается в его хвостовую часть. Перед столкновением машинист Денис Шумихин и помощник Михаил Журавлев принимают решение выпрыгнуть из электровоза. Но из-за большой скорости движения получают смертельные травмы. В результате столкновения ущерб колоссальный. До степени исключения из инвентаря были разбиты локомотивы ВЛ-10-336, ВЛ-10У-184 и 69 грузовых вагонов с полной утратой их груза. Повреждено 220 метров верхнего строения пути, сбиты 9 опор контактной сети, полный перерыв в движении поездов на линии составил 24 часа. В техническом заключении, подписанном через два дня после катастрофы, расследовавшей ее причины комиссии ОАО РЖД, виновным в происшествии было выявлено депо УФА Куйбышевской дирекции тяги, работниками которого были Шумихин и Журавлев. Еще одна страшная трагедия, начинавшаяся с череды инцидентов, которые оказались роковыми, виноваты все. Принять меры по предотвращению катастрофы непосредственно с места событий, вероятно, было нельзя, ведь событие разворачивалось стремительно. Локомотивная бригада также была обречена, так как, чтобы перейти в другой локомотив, необходимо было выбить лобовые стекла и перелезть в другую кабину, а на такой скорости сделать это было просто невозможно, да и времени бы не хватило. Все события произошли за 6 минут и 6 секунд. Для предотвращения аналогичных катастроф в проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства ОАО РЖД совместно с ПАО «Электромеханика» была разработана система индикации плотности тормозной магистрали СИПТМ-395. Система предназначена для грузовых локомотивов и обеспечивает непрерывный контроль плотности тормозной магистрали поезда и информирует машиниста в случае ее изменения. А с вами был ВТЕХНО2, всего вам доброго. Подписывайтесь на канал и помогите нам по ссылке в описании. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА